Бороться за свою стройность Саша начала в 13 лет. При весе в 39 килограммов считала, что нужно похудеть. Дету подросток прописала себе сама, начитавшись о правильном питании в интернете. В неделю теряла по килограмму, а потом решила ускориться. Я ела в день только несколько яблок или мандаринов, или окурцов, или картошек. Пила много воды, иногда водой заменяла нормальную пищу. При этом часто срывалась, сметала пол холодильника. Потом не ела вообще несколько дней, потом опять ела, потом ругала себя за то, что не могу держать в руках, и опять голодала. А потом Саша стала искусственно вызывать рвоту. Так девушка посадила себе здоровье и вовремя попала к врачам. И, к сожалению, подобных историй множество. Любить свое тело все сложнее. На троне уже не 90-60-90, а число на весах, и чем меньше, тем лучше. Выдержать такое не могут ни взрослые, ни дети. Последние встречаются чаще, говорят врачи. Это девочка, которая подросток, не сформировавшаяся еще как личность, с затянувшимся этапом формирования личности. Из дисгармоничной семьи. Возможно, нет одного из родителей. Это, как правило, дети, добивающиеся высоких показателей в учебе за счет своей старательности и усидчивости. И с таким же старательным упрямством они потом сопротивляются терапии. Виктор Ведяшкин объясняет, их учат не только любить себя, но и, собственно, есть и распоряжаться своим временем. В Алтайском крае нервную анорексию за последние годы диагностировали у двух девушек. Врачи выяснили, что подтолкнули к стройности замечания родных. Поэтому поддержку подростки ищут в интернете. Ищу напарницу на диету до 900 килокалорий. Хочу сбросить до 48 килограммов до Нового года. Ищу напарницу для похудения. Питьевая, голод и так далее. От себя обещаю общение, поддержку при срывах, жесткую мотивацию. При норме в день по 2000 килокалорий. Врачи говорят, если вы замечаете у родных фанатичную идею похудеть, стоит обратиться за помощью. Одну из больных анорексии в крае из-за большой потери веса пришлось госпитализировать. Естественно, этот процесс всегда идет с гормональными какими-то нарушениями, с дисбалансом гормональным, с нарушением метаболизма, с изменением микроэлементов в крови, потому что быстро повышается натрий, снижается уровень калия, возникают отеки на этом фоне. Кстати, самый минимальный вес, которым попадали на лечение в детский псейдиспансер – 30 килограммов в возрасте 16 лет. Это значит, даже сложно ходить. Выводить из этого состояния нужно не меньше года. Поэтому будьте внимательны к близким и оказывайте поддержку. Перелюбить, особенно ребенка, невозможно, подчеркивают специалисты.